Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно проводится 20 ноября. Проект рассчитан на оказание бесплатной юридической поддержки детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, их опекунам и родителям детей-инвалидов. За круглым столом обсуждали масштабные изменения в законодательстве по теме оказания помощи в предоставлении социальных услуг. Нововведения направлены на повышение качества и доступности информации для людей с ограниченными возможностями. Ну, основная проблема состоит в том, что многие дети все-таки остаются за чертой внимания в связи с тем, что недоступны многие учреждения, недоступны многие мероприятия, которые инициируются для их детей, поэтому они остаются без внимания, остаются в четырех стенах. Поэтому мы прилагаем все усилия, мы делаем мониторинг всех мероприятий, всех, допустим, учреждений и стараемся, чтобы наш город и жизнь в нашем городе стала как можно более инклюзивной, чтобы эти люди были включены в активную такую социальную жизнь. Кстати, впервые некоммерческие организации, которые помогают инвалидам, приравниваются законам о социальном обслуживании населения к государственным учреждениям такого же профиля. Какие конкретные изменения в законодательстве? Ну, это 442 закон об основах социального обслуживания населения Российской Федерации. Здесь очень много изменений, потому что появились понятия поставщики и получатели услуг и вводятся помимо государственных учреждений социального обслуживания могут неправительственные организации оказывать, то есть это некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Но и сегодня же специалисты помогали составлять юридические документы семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации.